здрасте дорогая публика я хочу поделиться с вами новостью которую недавно узнал появился новый тип новых звезд вот видите как новые новые звезды вообще есть такая классика вот самые мощные сверх новые звезды образуются во время коллапса звезды когда большая тяжелая звезда в которой активно шли термоядерные реакции иногда это называют термоядерное горение сгорало термоядерное топливо вот в ней все термоядерное топливо в недрах звезды превратилась в железо 56 тогда деваться некуда дальше уже синтезировать можно но при этом энергии не будет выделяться будет поглощаться поэтому изнутри звезду ничего не будет распирать ничто не будет удерживать ее отжать и начинается сжатие такое катастрофическое сжатие которое заканчивается тем что центр этого этой звезды то есть ядро и и до сердцевина превращается в сплошной комок нейтронов нейтронную звезду ну вот меня ругает комок нейтронов я уж не знаю как выкручиваться вот я говорю давление втискивает электроны внутри протонов они превращаются в нейтроны излучая огромное количество нейтрино да ну каждый протон то по каждый после превращения в него нейтрона он испустит одно нейтрин электронный но их там много представляет какое огромное количество это они будут расходящийся поток нейтрино вызывает расходящуюся ударную волну душ нейтрино хоть и слабая взаимодействующая частица очень большой проникающей способности обладает но их так много что начинает вот действовать расходящаяся волна которая идет ядерный синтез который много нейтронов выделяется появляются тяжелые ядра но и в конце конца все это разбрасывается это самые мощные такие вот вспышки светит она как такая вот звезда сверх новая в пике своей светимости как миллион сто миллионов солнц о как есть попроще звезды называются не просто новыми скромная новая звезда это вот что такое это карлик белый карлик это то что остается от звезды типа солнца но такого вот и габарит как солнце дело в том что солнце и подобные по массе звезды не могут обеспечить в недрах такое давление температуру чтобы вещество в них превратилось в железо 56 все останавливается обычно на углероде углероде иногда если потяжелее то смесь углерода с кислородом это интересные вещи получается вот если оставилась на углероде вот она же белый карлик если у белого карлика и соседка знаете двойные звезды называются то рано или поздно соседка тоже переживает стадию превращение в недрах у всего гелия в углерод и при этом значит выделяется большая энергия звезда раздувается становится называется красный гигант это нормальная стадия перед переходом в стадию белого карлика и вот этот белый красный гигант он огромный раздувается раздувается орбиты их достаточно близко проходит так близко что начинает белый карлик притягивать на себя тянуть одеяло на себя притягивать на себя верхние слои этой звезды дело в том что в верхних слоях звезды там ускорение свободного падения совершенно ничтожные. Представляете, вот радиус этих звёзд сравним, скажем, с размерами этих звёзд, сравним с размерами орбиты Земли, да, даже больше. Вот, например, Бетельгейзе, красный гигант, у него орбита, значит, больше, чем орбита Марса. Представляете, вот какая гигантская звезда, да. Вот, ну, а эти вот так попроще там где-нибудь. Короче говоря, соседка начинает на себя перетягивать вещество, и оно накапливается на поверхности карлика. В конце концов, значит, вот он слой сверху давит, начинается, вот, так сказать, некая гидродинамическая неустойчивость, и вещество перемешивается. Перемешивается, происходит детонация, не буду говорить, при берегу для другого случая. Происходит, начинается термодерная реакция снаружи. Вот этот вот водород сгорает интенсивно, вспышка, интенсивная вспышка термоядерной реакции. Такого вот рода звёзды, они всего в миллион раз ярче Солнца. Всего-то в миллион. Вот такие вот вещи. Есть ещё одна тут подраздел. Тоже, считайте, сверхновые звёзды, потому что они очень ярко вспыхивают, не миллион, а где-нибудь ближе к ста миллионам. Вот, очень специфические. Дело в том, что это белый карлик, но не углеродный, а белый карлик углеродно-кислородный. И вот, когда он на себя перетянул одеяло соседнего красного гиганта, давление внутри вот этого белого карлика увеличивается, и происходит то, что называется углеродная детонация. Начинает идти реакция термоядерная, уже вот этого давления не хватало, переначинает хватать. То есть, термоядерная реакция, в которой углерод и кислород соединяются. Это получается не угарный газ, а получается кремний. А потом два атома кремния превращается в никель-56, никель-56 распадается и заканчивается железом-56. Вот это вот история такого взрыва новой звезды, никеля. И вы представляете, получается никелевая звезда, о чём никель-радиоактивный, никель-56, мощное излучающее рентгеновское излучение. Вот оно так всё нагревает вокруг себя. Это называется сверхновый тип 1А. Они иногда их называют стандартными свечами. То есть, вот у неё вполне определённая энергия выделяется при этой вспышке. Но это всё, что я вам рассказал, это было известно уже достаточно давно. Об этом я уже бывало рассказывал вам. То есть, я просто повторил это для того, чтобы было. А теперь появились новые звёзды. Большая редкость. Называются они новые красные звёзды. Красные новые. То есть, они, какие-то звёзды, они сильные, большое энерговыделение, поэтому они нам кажутся белыми. Значит, понимаете, большая температура поверхности достигается при взрыве этих новых звёзд. У нас, видите, там большое энерговыделение, как 100 тысяч солнца, да, новая звезда. Миллион, то есть, простите. Это же большая температура. Да, большая температура. И, соответственно, спектр, максимум спектра излучения находятся где-нибудь в ультрафиолете, может быть, даже в мягком рентгене. Вот. А мы тут видим белый хвост, белый, белый хвост его. А вот тут они красные. Вот как понять. Вот это очень загадочные вещи. Их уже несколько таких вот вспышек наблюдали. То есть, резко-резко увеличивается энергия, выделяемая звездой. Ну, это, скажем так, 100 тысяч солнц светит она. И это надо как-то объяснить. Вообще говоря, 100% готового объяснения нет. Я вам могу сейчас зачитать, так сказать, огласить, рассказать, высказать одно из предположений. Значит, предположение вот какое. Значит, есть какая-то причина. Ну, например, падение на эту звезду планеты-гиганта. Типа какой-нибудь горячий Юпитер, как называют, движется по близкой поверхности этой звездочки-орбите. И тормозится ее звездным ветром, и падает на нее, теряет высоту и падает. Ну, вы знаете, что очень значительная часть экзопланет, это как раз горячие Юпитеры, и имеет период обращения там буквально часы. То есть, понятное дело, погодите, погодите, он немножко притормозит и упадет. Вот это вот часы. Порядок, время обращения. Вот. И вот он падает, и что происходит? А повода для большого энерговыделения не появляется. И упал, и упал. Ну, вот, видимо, так процесс происходит, что увеличивается. Вот, смотри, температура у поверхности вот этого гиганта, или не гиганта, а вот красной новой, это по спектру видно, около 1000 кельвинов. Ну, это вообще маловато даже для такой какой-нибудь красного карлика. Ему бы там, ну, хоть 3000, ну, хоть 4000, да? А тут где-то вот так вот меньше существенно. Значит, ну, давайте прикидывать, куда нам деваться. Значит, откуда брать нам такую вот большую энергию для выделения, да? А это очень просто. Значит, увеличивается поверхность. То есть, возрастает радиус звезды, она раздувается. Вот. А излучает она как абсолютно чёрное тело, тем не менее. И излучает она, излучает. Но при всём при этом, значит, интенсивность излучения с квадратного метра её, она пропорциональна, если мне не изменяет память, четвёртой степени температуры. То есть, чем температура выше, тем плотность излучения одного, значит, квадратного метра, квадратного сантиметра, неважно чего-то такого вот квадратного, и тем она, значит, тем она больше, значит, пропорционально четвёртой степени, да? Да. Вот это называется закон Стефана Больцмана. И вот, значит, смотрите, как температура-то упала, ну, в два раза. Ну, в три раза. Если в три раза упала, значит, свечение поверхностью уменьшилось во сколько раз? Ну, свечение поверхности, значит, уменьшилось три в четвёртой степени. Да, в восемьдесят один раз. Ну, грубо говоря, в сто раз. И вот ей надо добрать теперь до ста тысяч, да, до ста тысяч, увеличение сто тысяч. Он в сто раз уменьшился, значит, в десять миллионов раз должно увеличиться у неё поверхность. Десять миллионов раз. И, значит, радиус этой звезды должен увеличиться, ну, подносительно нашего Солнца, значит, где-то в три тысячи раз. Три тысячи радиусов Солнца. То есть она на какое-то время, эта звезда, становится, имеет очень большую вот разлетающую, какую-то оболочку. Я не знаю, разлетается эта оболочка или нет. Но тут, возможно, ещё один эффект. Есть такое слово, называется замысловатое, световое эхо. Вот смотрите, как. Вот происходит, вот вы представьте себе звёздочка, она вспыхивает. А звезда окружена, ну, неким ультраразреженным газом, межзвёздным газом, которым свет рассеивается. И вот она маленькая точка вспыхнула, там пришёл лучик света, мы видели. Да, вот она вспыхнула, свет, звёздочка. А свет тут здесь расходится, и вся вот эта вот область загорается, начинает светиться. Вот, как, знаете, как в тумане вы пускаете луч света, или там вот лазер на указке, вы видите не только сам луч света, но ещё то, что вот вокруг него рассеялось, да, вот в этом рассеянном воздухе. Вот, но вы-то не различаете момент включения и момент того, как засветилась эта оболочка. В силу того, что всё далеко, всё это такие масштабы астрономические, вот, галактические масштабы. Там это получается вот такая вещь, что на самом деле засветилось вот это, возможно, просто газ, который окружал. Его подсветили, и он стал нам много светить. Может быть, с этим связано, конечно, но это трудно сказать. Но, в общем, это один из самых таких новых объектов, красные новые, загадочных. Я вам, наверное, изложил одну из этих концепций. Кстати говоря, при падении планеты-гиганта, ну, как-то вот я не знаю, с какой стати должны начинаться какие-то усиленные энерговыделения. Мне это не ясно. Ну, видимо, начинаются. Да. Вот такие вот дела. Не забудьте, не забудьте, что птички бесплатно поют, услождают вас слух. А вот лекторы, лекторам их надо в КФС купить поесть. Надо где-то чего-то за электричество заплатить, за воду, за канализацию. Вот. Не будем платить. Отключат свет, не будем выходить в интернет. Так что уж поддержите нас, пожалуйста, материально. Внизу у меня есть номер Сбербанкской карточки, номер счёта Сбербанка, PayPal, Donation Allers, Kiwi кошелёк, кошелёк ВКонтакте, U-Money. Можете стать спонсором моего канала на Ютубе, если, конечно, можете. И можете написать мне куда-нибудь ВКонтакте или на Фейсбуке. Я, может быть, могу стать вашим учителем математики или физики. Ну, если вы готовитесь к ЕГЭ или если вы учитесь в ВУЗе, например. Вот. Вот такие вот дела. Так что вот хочу очень я денег, денег хочу. Потому что жить на что-то надо. И кота моего кормить надо лечить. Знаете, Барсика-то? Ну, приходите ко мне как-то на стрим, я там часто Барсика показываю. И кошку Китю, его, значит, дочку. Спасибо вам большое. Жду от вас денег. Пока. Пока.